Доброе утро дорогие друзья! Приветствую всех зашедших на мой канал. 24 апреля 2017 года нахожусь в северне Могочи. Под утро закончился снег. Два дня шел снег. Обычная погода для этих мест нахожусь в ожидании погрузки. Хундай выйдет и поедем вот там где солнышко у нас на восток от этого места. Дорога думаю будет непростая. Снег ну достаточно даже здесь видно колея уже на топтана хорошая. Ну посмотрим там горная местность будет. Посмотрим как все это будет. Резина у меня спереди маленько уже подношена. Сзади еще гребет. Ну вот так присыпало. Да, присыпало меня за ночь. С вечера погрузка не получилось. Красивый пейзаж, да? Пейзаж просто изумительный. Присыпало платформу мою. Вон сторожка от организации. Там дальше ихняя вся эта техника. Красивый пейзаж. Просто изумительный. Изумительный, да. Где-то яблони уже цветут, клубнику. Собирают. Как мне вчера Узбекистан тот объяснял. Многие работают у нас. Украина, Узбекистан. Красота конечно. Но эта красота по работе мне сейчас конечно создаст проблемы. Дальше тут колеят. Дальше снег вообще. Никто его не топтал. Ну, будем надеяться. Будем надеяться на этот мой тягач. Довольно-то много о нем уже информации. Сейчас. Вот здесь дядька Вовка живет. Да. В этой кабине уже сколько лет. Да. Сейчас снимаю серию роликов. Серию роликов не только об этих погрузках. Движения. Хочу рассказать много. Немножко вернее как получится про историю этой машины. Довольно-таки продолжительная история. Да. Ну, не буду немножко начинать. Хотя бы урывками только в каждом ролике немного рассказывать об этом тягаче в машине. Очень богатая история. Кратце скажу. С 2001 года находится в эксплуатации. 20 лет стояло на хранение в городе Ланаде. Приобретен был компанией в 2001 году. Как раз в марте месяце. Да. Ну, уже считайте сколько лет. Да. Как раз. Ну, хорошо. Сейчас погрузка. Хундай выйдет. Не знаю, получится или не получится при движении все снять. Постараюсь снимать все это дело. Будем ждать. Сейчас траву буду готовить. Сметать снег. Ну и будем ждать Хундай. Хорошо. Продолжим дальше. Хундай ушел. Видно. Поздно камеру взял. Занят был, да? Закончен рейс. Непростой, да. Непростой рейс. С эскаватором погода. Буквально каждые полчаса это снег сыпет. Его и так навалило, по-моему, здесь уже. Эскаватор ушел. Работу своего дела по наледи. Что-то там у них. Не знаю. Я его до места довез. Куда сказано. Интересное место. Отработанное. Да. У меня снаряжение отработано. Работали здесь, по-моему, с 2008 года. Да. С 2008 года. А так еще километров пять. Мы нашли. Отработали все. И вот буквально еще, по-моему, километров семь и в ту сторону, да. Длинный, да. Такой полигон. Полигон еще все это. Революция тут еще будет. Но это не мои дела уже, да? Вот там, о чем я хочу сказать. Вот просматривается просека, да. Просека просматривается. На снегу, конечно, дорога. Это дорога на Черенгах. Легендарный участок был. Месторождение легендарное, да. Компания очень продолжительное время. И чем легендарное, чем она знаменательна, это месторождение, если, так сказать, за счет этого участка практически выполнялся план, и доходы компании все шли. Очень легендарные. Через этот участок буквально столько людей прошло. Не только там, я знаю, они работают практически. Из бывших союзов, можно сказать, с 90-х годов все это. Там работало, наверное, все даже. Но я там с 90-х годов начал появляться. И вообще мне дорога, дорога вот эта дорога. Это буквально вот эта машина, да, ни о чем. И здесь даже представить трудно, как это все проходило. Там тайга такая. Тяжелевшая дорога дальше, да. Перевал через километры три будет еще покруче. Есть, да, есть там интересные остатки. Километров 10, да, 12 где-то до этого участка. У меня есть съемка 2013 года. Многие люди, если увидят, ну, будем так говорить. Я думаю, приятно. Включил еще раз камеру. Буквально только что проговорил барснег. Трават собираю, буквально порядок наложу. И опять накрыл тучки. Интересно, да? Тут практически 24 апреля. Да, ну, это просто прекрасная погода. Вот, несмотря на то, что проблемы такие создает для меня во время движения. Ну, посмотрите, красота какая, да. Ну, о чем тут еще говорить? Где-то яблони цветут, да? А здесь, в Забайкале, интересно, в Чите так же. Вот тут связи нету, мобильной связи здесь нету, да. До мобильной связи тут буквально надо ехать и ехать. Вот на южных местах таких. Откуда вот эта связь, господи? И вот, интересно, в Чите так же нет и сам Щиты. Здесь работаю вот уже с 99-го года. В этой компании это севернее Макочи. Я довольно-таки далеко от дома. Ну, так получилось, что уже работаю здесь. Ежи, видимо, оправдывает себя эта работа. Интересна погода, да? Не знаю, это видно, не видно. Всё, белая пелена такая. Только перевал было видно. Да. Наверное, объектив уже забрасывал, да? Ну, хорошо. Эта ставочка я сделал с этого. С оборудой. Или так, просто в продолжение ролика опущу это все. Да, еще обещал там и на обратной дороге месиво показать на перевале, который мы местили. Да. Ну, это так, да. Приложение небольшое. Этюд. Этюд, будем так говорить. Ну, просто прелести. Посмотрите. Кстати, зимой тут редко снег бывает. Только весной почему-то. Осенью, если вы были. Если осенью снега нет, то практически тут очень холодно. А когда холодно, практически осадки не бывает. Тут 40-50 морозов в этой местности. Северные морозы. Северные морозы. Очень холодно зимой. Пятьдесят, пятьдесят пять. Если туда выше, километр сорок, там пятьдесят пять морозов было зимой. Это точно знаю. Там находился в декабре. Я это точно знаю. А здесь чуть-чуть ниже. А вот поближе к весне, когда тут уже снег, все разыгрывается. Вот видимо, особенность этого местности, да, климат такой, то, что когда холодно, осадки не дождется, а вот когда потеплее, погода по полной отыгрывается. Все, заканчиваю. Ролик у меня уже просыпало. Сейчас все, аппарельку надо собрать, привязать. Башмыки, потому что падают. Всегда на земле вяжут. Так, я аппарель тоже закрепляю. Порядок на платформе навожу. Потому что дорога все это будет на земле. Все, заканчиваю, заканчиваю. Все, заканчиваю. У меня уже с него конкретно тут присыпало. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я сказал по пояс снега дам. Это образное выражение. Конечно не по пояс. По коням точно снега. Вот видно полосу мы. Лопатами ребята я тоже участвовал, все это гребли. Где-то цепку бросил свою, хочу найти А вот она цепь, цепь, да У меня видео есть, где я бросаю цепи под колесо, под одну сторону Но здесь такой снег, что это даже не помогло Даже цепь, цепь на гололёде помогает, по морозу хорошо Под одну сторону бросаем цепь, под любую сторону, где удобно И блокировки помогают захватиться за эту цепь Вот буквально этой цепи хватает, чтобы выйти на перевале Но такой снег, который держит колеса маленькие на прицепе На полуприцепе держат, там как набивается снега Даже эта цепь не помогает Видно, что эскалатор упирался рукой Всё это мы выходили Вот эту тропу мы ломами, лопатами всё это выгребли Ну помогло, конечно, помогло, помогло А так бы, ну сбрасывать смысла нету Из этих 100-150 метров, сбрасывать эскалатор Извините меня, это вообще уже стоило поработать Тут буквально полчаса поработали И техника на месте Всё, заканчиваем на этом видео То, что обещал, показал Всё, ещё раз спасибо Спасибо за просмотр Ещё раз повторяюсь Мне Как таковые Нет у меня ни рекламы, как видите Я не стараюсь Чисто нахождение канала моего на ютубе Это чисто популяризировать машину Вот этот тягач МАЗ-537 Который у меня идёт по всем видео И это чисто популяризация этой машины То, что много говорят про эту машину Негатива Может быть, я не так выражаюсь Много Мнения разные Всё, не буду об этом Мнения разные, да Просто хочу, я и показываю Действительно, на что способен этот автомобиль Тягач, да Все его плюсы и минусы Я ещё раз повторяю Сегодня начинал видео с этого Что я стараюсь отойти от погрузок-разгрузок Это, по-моему, очень много У меня в архиве уже больше 160 видео По всем этим делам Зачем загружать канал Всё это Приедается, так сказать Природа красивая, да Тайга красивая И зимой, и летом красота Ягодные места, кстати Очень ягодные места Голубица, брусника Чем могуческий район славится На Байкале Когда спрашивают А, это ягода, да Могуческий, это ягода, да Есть тут и такое Ну и золото, 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 да Тут испокон веку моют золото Я к этой теме как-то обращался Уже ещё раз хочу Как-то Очень много тут Очень давно моют золото Больше 200 лет Если даже не было Раньше, по-моему, китайцы Тут всё это Русские когда зашли Очень давно моют золото Аляска, да Позже Аляска в конце 19 века Здесь испокон веку Мы уже тут идём Деды до войны проходили И старатели тут ещё древние проходили Мы уже за счёт технологий новых За счёт приборов Мы добираем то, что они оставили Да Почему-то я постоянно отвлекаюсь За главной темой Да, машина, машина Я хочу показать историю этой машины Рассказать Ну в одном видео Это никак Я знаю, что продолжительные ролики По времени не популярны Но тем не менее Хочу как-то раскрыть эту тему На несколько роликов На несколько видео Рассказать именно об этой машине Довольно-таки продолжительной истории машины Об устройстве Была попытка мне в том году Показать ремонт тормозной системы Я этот ролик снял с просмотра И снял с просмотра Ремонт полуприцепа Потому что было недоработано Да, скоропалительно Всё это выложил В начале этого года Как приехал домой После новогодних праздников сразу Но я снял с просмотра Но тем не менее Понял, что это вызывает интерес Я эту тему буду продолжать То есть Более основательно Всё это монтировать Снимать Снимать-то можно Всё аккуратно Но главное монтаж Я почему-то поспешил Но буду исправлять И опять всю эту тему Я буду поднимать Я понял, что это вызывает интерес Но когда-нибудь я закончу Второй ролик Хорошо, спасибо за внимание До встречи До встречи До встречи До свидания Субтитры создавал DimaTorzok